Я уже здесь. Самое главное, девчонки, вы взяли с собой купальники? Я, да. Я три. Молодцы. Тогда поехали! Ура, вечеринка! Куда это они отправились? А это что такое? Рюкзак и фламинго? Что это, ребята, здесь происходит? А это, ребята, как раз место, где будет проходить их супер-пупер-мега вечеринка. Откроем. О, одна часть рюкзачка к куколками. И маленький, значит, могущественный. И вот вторая часть рюкзака. Вот и готов красивый фиолетово-голубой рюкзачок с молниями по бокам, сердечками. И здесь сердечко. И удобным кармашком спереди. И надувной круг фламинго. И вот наш фламинго с хвостиком. И точно такой же застежечкой, как у этого рюкзака. Ого, вот это высота! Сейчас я спрыгну. Смотрите, девчонки! О, Лила, ты чего? Не прыгай! Это очень опасно! А чего опасного? Смотри, где Шани. Шани, где? Шани, ты чего там делаешь? Ого, я забыла, я забыла, я забыла. Нет, ты мне скажи, как ты туда забралась? Как забралась ты туда, говорю? О, очень страшно. Ты же знаешь, я разбираюсь в таких вещах. Иди со мной. Ой, ну так страшно. Прям чудеса какие-то. Ой, как здесь интересно. Ооо. Эй, девчонки, а вы чего без меня? А кто будет смотреть, как я прыгаю? Ну ладно, а я сейчас все равно спрыгну. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Мяу. О-о-о. О-о-о. Ой, мамочки, здесь такие волны. А-а-а. Мне нужен спасательный круг. Ура, я спасена. Ой, у-у-у-у. Ой, у-у-у. Ой, у-у-у. Ой, у-у-у. Ой, у-у-у-у. У-у-у-у. Мы еще сначала в душ зайдем. Я вся мокрая после этого водопада. Надо еще переодеться. Но там долго вы не возитесь. Здесь так классно. Идем, идем уже. И мне тоже надо переодеться. Ой, как здесь здорово. О, а что это такое? Ого, девчонки, здесь джакузи. А, и водичка теплая. О, подожди меня. Я тоже хочу в джакузи. Ага, здесь так здорово. А вот я что-то проголодалась. Вижу здесь коктейли. О, так здесь вообще можно делать коктейльчики самому. Девчонки, да? Иди, девчонки, мам. А хотите, я вам сейчас сделаю коктейльчики? Ммм, вкусные, фруктовые. Хотим, давай делай. Лила, Лила, смотри. Какая-то лодка подплыла сюда. И там никого нет. О, и я вижу эту лодку. Девчонки, берите коктейльчики. И отправляемся в путешествие. Это же настоящее приключение. Ой, она такая удобная и просторная. Девчонки, скорее сюда. Кажется, она уже готова куда-то плыть. Скорее, скорее. Поли, давай, бери коктейльчик и не отставай. Отправляемся в путешествие. Ну, Поли, давай. Иду, иду. Подождите меня. Поехали. Куда это мы приплыли? Ура, вечеринка продолжается. Какой здесь чудесный пляж, девчонки. Скорее, скорее. О, что это за место? Куда это нас привезла лодка? И самое главное, здесь почему-то никого нет. А, вы видели? Лодка уплыла. Что это за место? Какой-то сундучок. Ну-ка, я открою. Аккуратно, Шанни. Не опасно ли это? Чего здесь опасного? Никого здесь нет. И это обычный сундучок. О, смотри, Поли. Что там, что? Ого. Здесь разные прохладительные напитки. А, как раз на улице жарко. Я возьму себе одну баночку. И я себе тоже. Где она, где она? О, а здесь кто-то уже отдыхал, Поли. Смотри, полотенце лежит. Шапочка, очки. А что интересно внутри? Ну-ка. О, еще напитки. Разные коктейльчики. Ля-ля-ля-ля-ля. И это мини-бассейн. Здесь можно купаться. А-а-а. Шанни, смотри, а здесь подводная лодка. Ну-ка, открой люк. О-о-о. О-о-о. Сейчас я отправлюсь в подводное плавание. Вот это точно опасно. Тем более, ты не знаешь, как управлять этим аппаратом. Ладно, хорошо. Пойдем спросим у кого-нибудь. Кто-нибудь же здесь должен быть. Пойдем. Эх, пойдем. Здравствуйте. Здесь кто-нибудь есть? Смотри. Ключи, карта. И звонок. Нажми на звонок. Ага, точно. Эй, девчонки. Видишь? Я же сказала, надо позвонить. Да нет, мне кажется, это Лила кричит. Девчонки, смотрите. Здесь можно танцевать. Та-да. Видали? Видели, видели. Классно танцуешь. А куда же, интересно, ведет эта лестница? Пойду-ка я поднимусь. Кто-нибудь здесь есть? Алло. Кто-нибудь здесь есть? Кто это меня с утра пораньше будет? О, это девочка. Вылитая я. Ой, мамочки. Что случилось? Чем я могу вам помочь? Слушаю вас внимательно. Ты чего это, Поли? Да, здравствуйте. Меня зовут Поли. Но вас я не знаю. Поли? Ты что, на солнышке перегрелась? Мамочки, почему она так похожа на меня? Я же говорю, меня зовут Поли. Но вас я не знаю. Очень-очень смешно, Поли. Ну все, иди ко мне сюда, будем танцевать. Ну хорош, Поли, пошутила и хватит. Я не шучу. Я вас не знаю. Скажите, чем я могу вам помочь? Может, вы голодны? Ну да, перекусить бы я не отказалась. Хорошо. О, вот это да. Столько еды. Ага. Вот это чудеса. Откуда ты это все знаешь, Поли? Как будто ты здесь раньше была. Повторяюсь. Меня зовут Поли. Но я вас не знаю. Угощайтесь. Мамочки, что это за девочка? Ооо. А вы, ребята, как думаете, что это за девочка, которая один в один похожа на Поли? Откуда она здесь появилась? И кто она такая? Я нашла самых маленьких Барби в мире. Они идут вот в таких вот сюрприз пакетиках, внутри которых миниатюрная Барби. И эта Барби представляет какую-то карьеру. Всего их можно собрать 8 разных видов, 8 карьеристок Барби. Ведь ты можешь стать с кем захочешь. Барби. У меня здесь целый пакет с этими сюрприз пакетиками. И посмотрим, сможем ли мы собрать всех представленных кукол. Поехали. Первый такой пакет. И внутри... Ооо, она такая маленькая. Миниатюрная Барби-гитаристка. Итак, первая профессия музыкант. Она такая маленькая, прямаленькая. Смотрите, как она выглядит в моей руке. У нее модная голубая шляпа, рыжие волосы, зеленые глаза, яркая помада, интересный костюмчик, бордовая жилетка и бордовыми обтягивающими штанишками. Она идет в белой футболке и белых сапожках. Гитара у нее желтая. И самое главное, ее можно так поставить, что она не упадет. Следующий пакетик, номер два. И другая профессия. Мне кажется, это Барби-парикмахер, потому что у нее в руке фен. Это Барби-блондиночка. У нее длинные-предлинные волосы, голубые глаза, черные бровки. Платье белое, длинное. Рукава завернутые. Она идет в синих леггинсах и белых ботиночках на каблуках. Очень миленькая. Итак, профессия-парикмахер. Пакетик номер три. И... Барби-баскетболистка. Или футболистка. Мне кажется, это футбольный мяч со свистком в другой руке. Наверное, это Барби-тренер, футбольный тренер. Это Барби-афроамериканочка. Мне нравится, как она убрала волосы наверх. Глаза темно-коричневые. Красивая розовая помада. Мяч бордовый, шорты фиолетовые. И она в удобных белых кроссовках, в белых спортивных носочках. Симпатичненько. Барби-тренер. Сюрприз-пакетик номер четыре. И... Ух! Смотрите, еще не одной повторки. Что это, интересно, за карьера? У нее какие-то погремушки в руках. Или хлопушки. Интересный фартук фиолетовый, из которого торчит какой-то инструмент. Или, может быть, это карандаши. Это завязочка. Это либо Барби-няня, аниматор, либо чир-лидерша. У нее пышные кудрявые волосы. Мне нравится ее завязочка. Видно, что она специально подготовлена к этому мероприятию. Белая футболочка и белая юбка. Или это удлиненная такая футболка. Укороченные лосины или капри. И фиолетовые кроссовочки. Как вы думаете, что это за профессия? Няня или чир-лидерша? Пакетик номер пять. И... Оуу! Повторка! У нас будет целая команда чир-лидерш или аниматоров. Как минимум две. Пакетик номер шесть. И... Оуу! Опять повторка! Еще одна гитаристка! Ух! Так, потихонечку наберем целую музыкальную группу. Пакетик номер семь. Ммм... Еще одна парикмахер или стилист. Ммм... Два парикмахера теперь у меня. Еще пакет. А здесь, надеюсь, не повторка и это. Оуу! Опять гитаристка! Сколько можно? У меня теперь три таких. Осталось два пакетика. Значит, я не смогу собрать все карьеры. Так, посмотрим, кто еще у нас остался. Девушка в зеленой футболке и зеленых наушниках с диском. Это, наверное, диджей. Девушка с ноутбуком и таблеткой. Это какой-то оператор. В общем, человек, работающий в каком-то корпоративном мире. А может быть, даже на телевидении или какой-то режиссер. Еще одна Барби с шляпой в руках. Или что это у нее? Неизвестная карьера. Хотелось бы посмотреть поближе. И последняя, которая нам еще не попалась. Барби в черных очках с громкоговорителем. И тоже какими-то документами. Наверное, она тоже работает где-то на телевидении. Или на съемочной площадке. Ну что, дорогие мои, загадайте, кто сейчас мне попадется. Я думаю, что вот это как раз. Барби в черных очках. Проверим. Нет. Опять гитаристка. Что такое? Одни гитаристки. И последний сюрприз пакетик, наверное, тоже с гитаристкой. Но мы сейчас это узнаем. И... Ооо! А это не повторка. Барби Диджей. В зеленой бейсболочке, в зеленых наушниках у нее на белой футболке бабочка. Большая, огромная. Она в красных штанишках обтягивающих, в белых кроссовочках. И у нее в руках, мне кажется, пластинка. И это пятая миниатюрная Барби, которая мне попалась. Они такие маленькие, маленькие. В общем, мои дорогие коллекционеры, надеюсь, вам понравились эти Барби. Они стоят всего лишь один доллар в магазине Доллар Три. И если вы живете в Америке, вы можете смело туда идти и приобретать себе такую супер-супер милую миниатюрную Барби. И, кстати, кем бы вы хотели бы стать? Пока-пока!